А кто вчера там записку мне целую большую там написал? Где эта женщина, которая там записку большую что-то написала? Вы? Ну давайте вы спрашивайте. Мне письмо не надо никакое. Вот с двумя словами скажите, что вы хотите. Это нужно от имени моей дочери. А? Я хочу от имени своей дочери вам сказать. Садитесь. Дочери нет, я не знаю, что делать. Садитесь. Что вы хотите узнать? Ну короче, у нее второй брак, у него тоже второй брак. И вот почему-то после четырехлетнего совместного проживания что-то разладилось все. Поэтому она задает вопрос. Она на лекции ходит? Она вообще вас слушает по радио? Вы ей скажите, что у всех вот так разлаживается, у всех. Вот наступил тяжелый период личной жизни у них. Этот период продлится еще полтора года. Он характеризуется тем, что нет любви, нет чувств друг к другу. Остыли чувства. Им тяжело сейчас жить, потому что нет любви, нет чувств. Это все преодолевается духовной практикой. Советов никаких дать невозможно. Просто тяжелый период и все. Жить вместе оставаться, не разрушать брак, молиться. Если человек молится, духовной практикой занимается, он, несмотря на трудный период, у него хватает сил каждый день, чуть-чуть как-то по-доброму относиться друг к другу. Какие-то силы на отношения, он копится в результате контакта с Богом, общения с Богом. Значит, все-таки полтора года держаться надо. Ну а какие варианты есть? Какие варианты? У всех людей всегда бывают тяжелые периоды в личной жизни. У всех людей. И что делать? Какие варианты? Есть какие-то варианты? Вот, допустим, если у меня тяжелый период, мне, допустим, я устал идти, мне что, застрелиться? Надо идти дальше. У нас нет вариантов. Семья также должна идти по жизни, как человек. Зачем разрушать семью? Ясно, спасибо. Видите, сегодня один... Один момент, она еще спросила, что она живет в Германии, и, в общем-то, беседа ведется... Ну, все отношения ведутся на немецком языке. Ну, и какая-то сложность в этом есть. Она просила у вас спросить. Нет ли у вас кого-то порекомендовать, чтобы подобные лекции, как вы, но на немецком языке? Нет, нет. Надо переводить мои лекции на немецкий язык. Пускай переведет мои лекции на немецкий язык. Муж послушает. Хорошо, спасибо. Я не... Она не даже это за это слышит. Она сейчас отправила. Пускай... Пускай... Если она слушает по радио, тогда я ей говорю прямо, что... Скажите, пожалуйста. У ней сейчас идет тяжелый период, связанный с личной жизнью. У него... У ней дольше, у него меньше. Но они сейчас пересеклись оба этих периода. Но у ней верный, нормальный человек. У ней характер менее верный. То есть она скотчет в мыслях. У нее нет устойчивости. Он нормальный, он переносит все, терпит. Ей счастья не хватает, она бесится. Надо счастья от Бога всегда искать. Не хватает счастья с человеком, ищи от Бога. Никогда не нужно думать, что счастье кто-то тебе должен на тарелочке дать. Естественно, бывает в жизни, что... Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. Это хороший период. А бывает все плохо на свете. И тоже в чем дело, сразу не поймешь. Плохой период. Плохой период. Берите больше энергии от Бога. Больше природы. Больше любви к людям. Делайте добрые дела. Сегодня утром встал. Совсем плохо было, тяжело. Сил не было совсем. Прочитал лекцию еще в ведическом центре. Совсем устал. Пришел с лекции, побежал в парке бегать. Сил не было вообще никаких. Просто бежать. Просто не было сил. Пробежался, легче стало. Возле дерева встал. Тоже тяжело стоять возле дерева. Простоял не полностью, сколько надо, наполовину. Пошел домой. Немножко отдохнул. Сейчас полегче стало. Ну то есть, если человек контактирует с природой, набирается сил. Становится легче. Так надо жить. Наступил тяжелый период, больше контактируй с природой. Больше любви к людям. Всем желай счастья. Заботься обо всех. Птичек корми. Коровок корми. Вот есть коровки у вас здесь такие, в приют коровок. Знаете, коровки, когда молочко перестают давать, их как бы надо на мясо должны сдавать. И они договорились, что вы на мясо не сдавайте коров, а отдавайте нам, когда молочка у них нет. Мы будем о них заботиться. И люди жертвуют деньги. Приезжают туда на выходные, рядом с коровками. Коровки хорошие, добрые. С ними человек успокаивается рядом с животными, с коровами. Она как мать корова для человека. Легче становится. Дети даже слабоумные, они рядом с коровами начинают, быстро начинают лучше соображать и так далее. У меня классический такой пример. У одного моего помощника, он учился у меня. Был очень тяжелый период, вообще невыносимый. И у нас было несколько коров, мы содержали. И он в коровнике спал каждый вечер. Коровник заходил, там спал с ними. Ему легче становилось. С коровами поспит легче. С мамой поспит легче становилось. Так человек должен жить. Нет сил своих, от природы берем силы. А если нет силы, человек... А у Олега Геннадьевича возьмите силы. У Олега Геннадьевича тоже нет. Должны учиться сами брать силы. От природы, от людей. У ней не хватает силы в отношениях с людьми. Она... Социальность слабая. У нее социальная сила слабая. Ко мне молодой человек сегодня подошел, говорит... У меня есть изобретения, но никак не могу донести их до людей. Это значит, что у тебя слабая социальная сила. Это очевидно. Недостаточное отношение с людьми. Недостаточное. Нет влияния на людей. Нет силы. Люби людей. Заботься о них. Станешь сильнее социально. Кто-то тобой заинтересуется. Будет твои изобретения внедрять. Видите, все основывается на силе. Сегодня мы говорим с вами уже третий день об этом. Все основывается на силе. Одна девушка сегодня ко мне подошла, говорит... Олег Геннадьевич, не могу выйти замуж. Что это значит? Силы не хватает. Надо стать сильной. Что думаете, у девушки чего-то нет? Чтобы ей выйти замуж. У нее все есть. Надо стать сильной просто. И все. А сила, естественно, берется у девушки. Когда она заботится обо всех. Начинает улыбаться всем. Заботиться. Любить. Когда она свою любовь раздает, ей Бог дает больше. Она красивее становится. Мышцы любви качаются. Все сильнее и сильнее. Наступает такой момент, что она становится сильнее своей судьбы. И просто посмотрела. И свалила кого-нибудь с ног. И все. А то бывает и несколько валит сразу. Чтобы выбирать потом. Выбирает, думает. Кого больше лучше выбрать из этих троих. И что вы за мной бегали-то три дня? В чем вопрос-то ваш был? Зачем вы мне эти телеги все писали большие? Женщина. Что вы хотели от меня, скажите? Продолжаем разговор с вами. Конечно, кому же еще? Что вы хотели от меня, скажите? Если я на каждой лекции говорю, молитесь. Работайте над собой. Тяжелый период будет заканчиваться. Садитесь. Садитесь. Попросила меня прийти. Садитесь. Ну а зачем? Да совета никакого нет, моя хорошая. Надо просто трудиться душой. И все. Какой совет? Идет тяжелый период. Все остальное детали. Какие там у нее детали? Детали такие, что она слишком принципиальная, слишком категоричная. Мужа задолбала своего. Вот это детали. А почему связь возникла? Почему связь возникла? Потому что ему от жены не хватает тепла. Поэтому она и возникла. А что, думаете, мужик может выдержать это? Вот у мужика... У мужика есть три варианта. Первый вариант. Выпивать начать. Второй вариант. Гулять. Третий вариант. Богу молиться. Как Богу молиться не все умеют. Поэтому остается гулять или пить. Но если... Но я сделала дистанцию, извините, я вас привыкла. Сделала дистанцию. Ну, в каком смысле? Она потребовала, чтобы он сходил в врачу, и, в принципе, запасит для семьи. Он, в принципе, сэрпосилялся. Потом согласился. Но до сих пор ничего этого не сделал. Вы поймите, что она... Как бы у нее не хватает... Сейчас вы меня задалбываете уже. Вот. Посмотрите, то есть... Мужчине энергии любви не хватает, он начинает сохнуть. Сохнуть. И дальше у него... Мужчина зависит от женщины в этой энергии. Поэтому мужчины женятся. Чего им иначе? Жениться зачем? Не хватает энергии любви, он чувствует нехватку, эту вакуум. Поэтому женится, чтобы она была. Но если у жены плохой период идет, астрологический, нет, от нее энергии любви не идет, то он мучается сначала, а потом не то, что он такой... Мужчины такие тупые все, бабники. Просто как бы все же женщины обладают этой силой, энергией любви. Соседки тоже. Он увидел соседку как бы, от нее пришла вот эта порция, ему легче стало. А она это заметила. Женщины же поклевку чувствуют все. Вот. Может, у нее тоже там не хватает чего-то в отношениях. Ну и завязался роман. Это все завязывается из-за того, что не хватает чего-то, а не то, что он такой плохой. Это просто бессилие. Конечно, он несовершенная личность там. Че? Ваша дочка тоже не святая, имейте в виду. Не буду сейчас при всех говорить. А мы, наверное, все. А мы, наверное, все. Ну тогда, да, значит, если мы, наверное, все, так зачем тогда? Ну как бы, да, он совершил плохой поступок. Надо поругать его, простить. И понять, почему он это сделал. Потому что ему не хватает любви. Нужно заботиться больше о нем. Делать так, чтобы ему хватало. Перетянуть мужика к себе. А вы теща, да? Теща. Какая теща? Самая обычная теща. Разрушаете семью своей дочери. Теща всегда разрушает семью дочери тем, что она категорично к ее мужу относится. Здравствуйте, я с ним вам отношусь очень хорошо. Прошу, у меня ответы лучше. У меня два взгляда. Я одинаково с ним хорошо отношусь. Молодец, все. И моя дочь. И на взгляду еще больше. Молодец, все. Вот так надо. Молодец. На мой взгляду, вы знаете, тут, как, на самом деле... Будете занимать ее позицию своей дочери. Будете занимать позицию своей дочери. Ваша дочь потеряет семью. Будете занимать его позицию, сохраните семью. Будете ворчать, потеряете семью. Переварите в сердце все молитвой. Сохраните семью. Дадите возможность ей простить, сохраните семью. Не дадите ей возможность простить, будете ее, как бы, обиду подстегивать. Разрушите ее семью. Поэтому я не хотел с вами общаться. Вы же не знали о чем я. Я чувствую человек. Ну, не зря. Я ничего не почувствовал, да? А вы все почувствовали. А я и не собираюсь их читать, все эти тонкости. Этого не нужно. Все видно по человеку. Перестаньте быть категоричной. Простите человека. Каждый человек может ошибаться в жизни. Не простите, будете разрушать семью своей дочери. Ей сейчас нужно учиться любить. Не в принцип вставать, а любить вашей дочери. Надеюсь, она слышит. Сто процентов, что слышит. Спасибо вам. Вам надо молиться тоже за их семью. На ее сторону не вставать. А что, насчет требований, про чего она зря не сделала? Я не говорю про требования к врачу. Я говорю про ваше сердце. В вашем сердце сейчас к нему неприязнь. Нет. Нет, нет, это неправда. Я вижу эту неприязнь. Неправда, но точно у меня нет к нему неприязни. Я наоборот. Хорошо, если нет, значит, вы ее побеждаете уже. Но она все равно есть. То есть вы ее пытаетесь победить. Это хорошо, замечательно. Я вас предостерегаю, что будьте осторожны. Вы можете помочь разрушить семью своей дочери сейчас. Будьте осторожны. Я не буду больше с вами разговаривать. Вы меня не слышите. Спасибо. Если вы не хотите меня слушать, не надо мне задавать вопросы. Понимаете, всегда, когда мы говорим о чем-то, это всегда скрыто от глаз. Если человек принимает, что есть старший, он тогда способен понять, о чем речь. Если не принимает, не способен. Если ты не принимаешь старшего, не задавай ему вопрос. Все. Логика очень простая. Не принимаешь, не можешь. Понять, принять, не можешь. Не задавай вопрос. Поэтому я не общался с вами. Я чувствовал, что вот так будет. Я этот разговор чувствовал уже. Прямо вот так вот я его и чувствую. Вы можете сейчас отворачиваться от меня и думать, что я не прав. Я согласен, я принимаю, что я не прав. Нет проблем. Но от этого ничего не меняется. Или человек принимает меня и слушает, или не задает вопрос. Если кто-то из вас не хочет, не готов слушать, не задавайте вопрос. Так будет лучше. Так будет лучше. А большие телеги мне писать не надо, это не помогает. Когда человек много пишет, это означает, что он сомневается, что тот поймет. Когда человек много пишет, это значит, что он сомневается, что старший эту ситуацию поймет. Поэтому он многое пишет. А это опять от сомнений идет. Вот это же причина. А я его не брал. Ну, возьмите. Я не брал ваше письмо. Возьмите Максим, подойдите к моему помощнику. Он, наверное, брал.